44 штата подали иск против 20 крупнейших фармацевтических компаний страны. Генеральный прокурор Коннексиката, возглавивший расследование, заявил, что фармацевтический картель вступил в преступный сговор в целях искусственного повышения цен, подавления конкуренции и ограничения торговли для более чем 100 наименования препаратов-дженериков, то есть более дешевых аналогов оригинальных лекарств. Согласно антимонопольному иску, цены на некоторые из препаратов были завышены в 10 раз. Как отмечает генеральный прокурор Коннексиката Уильям Тонг, фармакартель манипулировал стоимостью многих основных медикаментов, включая антибиотики, болеутоляющие, антидепрессанты, противосудорожные, лекарства от ВИЧ и контрацептивы. Речь идёт о лекарствах, которые жизненно необходимы людям в этой стране каждый день для борьбы с острыми и хроническими заболеваниями – от диабета и рака до депрессии и артрита. Мы все задаёмся вопросом о том, почему медицина и, в частности, стоимость доступных лекарств так высоки в нашей стране. То, что мы узнали – одна из основных причин этой проблемы. По данным прокуратуры Коннектикута, участники фармакартеля договаривались о стоимости лекарств на полях для гольфа и за коктейлями, а также в электронной переписке, убеждая друг друга играть по внутренним правилам. «Мы располагаем весомыми доказательствами того, что индустрия производства доступных медикаментов совершила многомиллиардное мошенничество против американского народа. У нас есть имейлы, текстовые сообщения, записи о телефонных переговорах и свидетельства бывших сотрудников, которые докажут, что на протяжении многих лет имел место сговор с целью завышения цен и передела рынка поставок для огромного числа лекарств-дженериков». 44 штата намерены добиться наказания для компаний и лиц, организовавших преступные схемы, и максимально возместить ущерб, нанесённый системе здравоохранения страны. Вопрос о том, какую долю от более чем 400 миллиардов долларов, которые американцы потратили на лекарства в прошлом году, составляют нелегальные доходы фармакартеля, пока остаётся открытым. Между тем, президент Трамп, обещавший во время предвыборной кампании добиться снижения цен на лекарства, на этой неделе отдал приказ о запуске новой инициативы. В её рамках министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар потребовал от производителя медикаментов, закупаемых госпрограммами Medicaid и Medicare, информировать потребителей об их закупочной стоимости в роликах по телевидению. «Белый дом» рассчитывает, что таким образом потребители смогут принимать более взвешенные решения о лечении ещё даже до визиты к врачу, и направят внимание общественности на ценообразование лекарственных препаратов. Американские медики в целом приветствуют это нововведение. Доктор Алисон Хофстетлер из Джорджтаунской школы медицины, однако, отмечает, что у этой идеи есть ряд недостатков. «Мотив этой инициативы очень хороший – это достижение прозрачности и повышение информированности потребителей. Для США, где разрешена прямая реклама лекарств, это плюс. Но есть и некоторые недостатки. Первый заключается в том, что большинство страховых компаний часто меняют цены на лекарства по рецепту врача. Часть пациентов может и не обратиться за помощью, опасаясь, что стоимость медикамента будет слишком высока. Но при этом на деле их страховка может покрывать и большую часть. Второй – я опасаюсь идеализирования более дорогих лекарств, как многие пациенты с финансовыми возможностями, верят в их более высокую эффективность, что зачастую не так». По мнению доктора Хофстетлер, для решения проблемы высокой стоимости лекарств в США «Белому дому» стоит изучить опыт Европы. «Да, исследовательская работа и инвестиции в науку со стороны фармацевтических компаний должны возмещаться. Но я бы хотела видеть ситуацию, которая существует в Европе, то есть установку максимального лимита таких выплат. В противном случае мы продолжим сталкиваться с постоянным ростом цен на такие лекарства, как инсулин и шприц-тюбик Эпипен, стоимость разработки которых уже скомпенсирована очень давно». По прогнозам аналитиков, на президентских выборах в 2020 году вопрос о здравоохранении станет одним из самых острых. В то время как часть демократов выступает за большую роль государства в регулировании ценно-медицинские товары и услуги, республиканцы продолжают настаивать, что здравоохранение должно оставаться в плоскости рыночных отношений, а не социального обеспечения. Всё, что пока остаётся американским пациентам, это терпеливо ожидать исхода политической борьбы. Ева Болдина, Михаил Мессурадзе, Настоящее время Америка, Вашингтон.